здравствуйте дорогие друзья сегодня мы с вами находимся у берегов гренландии на легендарной палубе петра первого капитана даниила гаврилова даниила расскажи пожалуйста немножечко о себе и о вашем рекорде который вы установили 2010 году ну давно было 6 лет назад ей было в том чтобы обойти артику за одно вето молодые ребята придумали идею лодку и 6 6 ребят 25 лет было больше прошли северный морской путь обошли канаду севера нужны домой какие впечатления для себя вынесли с этого плана то что ты можешь ставить цели сложные 20 яхте давняя история поставлены в втором году ребятами из магнитогорска своими руками во дворе мы того что они построили для одной цели они хотели пересечь атлантику коллегат и кто пригласил не за год построишь яхту во дворе института потом машине привезли в питер руками все конечно да мы строили лодку подарочек мы знали но предполагали какая она должна быть в целом все заложены 6 лет назад и они до сих пор работают не лодка получилась правильно для комфортного перемещения по арктике а сколько лет ты уже ходишь на северный полюс к южному полюс вся история наших арктических пограждений началась десятым годом плотных арктических навигаций каждый год у нас были куда-то экспедиции изначальная идея была русского севера потом поменяли вектор на виландию на шпицберге последние два года здесь сейчас идем антарктиду но мы любим русский север дэнер скажи пожалуйста как вообще все это у вас происходит мы обычно делим свои путешествия так чтобы то можно было предложить кому-то еще в них поучаствовать там набор сюда можно больше часть года вы получается где-то да это наш первый проект когда мы решили что лодка не должна стоять раньше мы всегда лето проводили в арктике зимовала зимовали в норвегии и снова ходили в артику если установить она по сути стояла больше часа зимой готова сходящим экспедиции в этом году мы провели очередной большой ремонт и решили что лодка может без остановок ходить между арктикой антарктикой и больше пользы приносить насколько важен вообще психологический климат в команде это же замкнутое пространство одни и те же люди да достаточно строго выбираем людей но это чувство юмора совместимость от супер профессионализм профессионализм мы не гонимся потому что нам проще их здесь научить лучше чтобы родились на с нуля свои воли а атентичном то наверное население гренландии не назовешь они стараются поддерживать свою культуру во первых потом они достаточно много еще живут с природой и охотятся им разрешено добывать китов всякие другие народные промыслы вот вчера мы заходили в деревню с учеными все изучают нарвалов в том числе местным разрешено убивать это красно-конечный нарвалов на нашем северах тоже китов разрешено убивать они-то всегда делали их-то еда они развлечения основные народы на территории гренландии это гренландские эскимосы составляющие около 90 процентов всего населения остальные 10 процентов в основном датчане и другие европейцы у эскимосов нет ни вождей ни людей наделенных властью всякая добыча крупнее тюленя является у них общей собственностью племени и ни один человек не голодает если у эскимоса два комплекта охотничьего снаряжения он поделится им с человеком у которого нет ни одного как раз это чувство доброго товарищества и является залогом самосохранения всего племени местные жители из племени инуитов эта этническая группа входит в более крупную группу эскимосов были очень доброжелательны и гостеприимны они всегда были готовы накормить и обогреть путника эскимосская пословица гласит птицу узнают в полете человека в работе да расскажи пожалуйста вот последнее время очень много идет разговоров об изменении климата на планете особенно после публикации доклада группа ученых аллатра сайнс по глобальным изменениям климата вот ты как скажем так постоянной человек который постоянно бывает в арктике в антарктике который видит ситуацию своими глазами вот что ты можешь сказать какие свои наблюдения по поводу вот ситуации допустим с таянием льдов до в арктике в целом становится меньше и по нашему глядь все равно она не стала простой да эти изменения не не вот сейчас происходит уже какое-то время на призыва да и вот последний год на шпицберге допустим вообще льда нету весело вообще с июня июля начале июля обошли и сверху и вообще не встретили да а мы за льдом для того чтобы встретить лед для того чтобы взять хороших фотографий найти там редкие животных мы ходили строго в сторону северного полюса на самом хиппелаге льда нет вот в поселок гренландии где мы сейчас находимся он обычно начали августа забит льдом в этом году вообще сам видишь нет никакой да да местные жители удивляются что очень необычно для них ситуация глобальное изменение климата на планете земля становится очевидной проблемой на сегодняшний день для каждого человека все люди доброй воли способны принять активное участие в изменении нынешней ситуации изменение идеологии мирового общества с потребительского формата мышления на духовно-созидательный формат на утверждение в обществе приоритета взаимопомощи дружбы духовно-нравственных взаимоотношений между людьми не на словах а на деле людям нужно отбросить все рамки и условности им нужно консолидироваться здесь и сейчас природа не смотрит ночные ранги когда обрушивает свой тысячелетний гнев и только лишь проявление истинного содружества между людьми основанного на человеческой доброте способна дать человечеству шанс на выживание из доклада о проблемах и последствиях глобального изменения климата на земле на этом все дорогие друзья с вами с при этом берегов глинландии я первый пока все пока и Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!